Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует магазин Камуфляж Бай. На дворе зима. Мы коротенький сделаем экскурс по поводу обуви. Сейчас много снега и температура, скажем так, абсолютно рабочая, поэтому, что значит рабочая, это минус 2, минус 5 градусов, и очень часто приходится видеть, как наши товарищи, друзья, клиенты ходят в обуви далеко не зимнего образца, поэтому я решил протестировать, как же она на самом деле. У меня на ногах модель Арави Блэк, у нас есть она в продаже, есть разновидности этой модели. Вот. В этой обуви я планирую сегодня провести порядка 6-7 часов на улице. Буду ходить, потом вам покажу, что из этого вышло. Сразу предварительно хочу заметить, что никакой специальной обработкой я не пользовался, кожу ничем не обрабатывал. Всё обычно, повседневно, стандартно. Вот. В этих ботиночках сегодня предстоит мне прошагать определённое количество километров по снегу, по наледи, по грязи. И в конце концов я вам скажу своё мнение, скажу, скажем так, что, как они себя показали, было ли мне холодно. Вот. Ну и дальше увидим всё своими глазами. Ну что, в путь следим, смотрим, тестируем. Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья, погоду вы видите, всё вы видите. Ориентировочная, скажем так, ходьба составила где-то уже порядка 2-3 часов. Ещё я планирую где-то столько тоже находиться. Хожу в основном по чистому насту. Вот, что будет дальше, мы увидим, я вам всё расскажу. Вот такая сегодня выдалась чудная погода, когда мы тестируем обувь Аравии Блэк. Вы видите, какая красота. Не так часто балует нас природа. Такими хорошими видами. И вот наша модель, которая выполняет свою работу. Мы показываем только объективную информацию. Пока на сегодняшний час чувствую себя хорошо. Главное, чтобы вот в этой обуви не было надето плотного носка, чтобы не было какой-то сжимающей такой части. Нога должна находиться в относительно свободном состоянии. Причём сейчас у меня там простой носок. Нету никакого утепления. Я вам потом всё покажу. Но пока на удивление всё нормально. Ну что, дорогие друзья, вот закончилась моя пешая прогулка. В общей сложности я гулял где-то порядка 2,5 часов. В районе, наверное, 5-6 километров прошёл. Ходил, скажем, не столько по солевым дорогам, сколько по насту снежному, по тропинкам. Потом далее. Ну, конечно, захватывать приходилось, поскольку мы говорим про городской режим и городского, скажем, такого каши с немножко соляным раствором. Сейчас я буду снимать эту обувь, и вы увидите, что из этого вышло. Ну что, сейчас мы снимем обувь. Я специально подготовился. Простите нас за интерьер. В данном случае это гостиничные условия. Вот, как бы пришлось совместить одно с другим. Итак, расстёгиваем. Пока я расстёгиваю, мы сейчас увидим, что было у меня. Надет простой носок. Примерное, похоже, условие, которое находилась обувь в эксплуатации, я вам показывал. Вы увидели это всё. Но сейчас, чтобы из этого вышло. Значит, снимаю я обувь. Ну, сразу, пока я её нашнуроваю, я вам могу сказать, что вот мне лично не понравилось в данной модели. Это длинный шнурок. Даже если мы его пропускаем через вот эту вот пяту, чтобы опустить, зашнуровать, ужать вот как бы эту часть, всё равно он немножечко вот сюда вот так вот залазит. Поэтому, ну, на мой взгляд, лучше, конечно, укоротить его. Ну, это моё мнение. Кому-то что-то понравится. По подошве... А, минуточку. Самое же главное. Вот у меня простой носок. Вот я сейчас смотрю. Сухой он. Просто с холода. Нет, вы знаете, сама по себе основа осталась сухая. Вот. Ну, всё, в принципе, относительно нормально. Я больше всего боялся вот за эту часть. Вот это, так сказать, в нашем обзоре первому видели, что это вентиляция для того, чтобы нога дышала. Если по прямой воде в ней не ходить, вот как я по снегу, то, в принципе, она выдержала. Напоминаю, что это обувь не для зимней... не для зимней эксплуатации. Почему мы такое вот отступление сделали? Потому что сейчас такая зима бывает, назовем её, еврозима. И то, что мы сегодня гуляли по снегу, это не свойственная погода, к сожалению, зимы 2014-2015. Вот. Но захотелось посмотреть, что будет. Без снега носить абсолютно можно. Ноль, минус пять. Вопросов никаких нет. Ну, естественно, там и плюс пять, плюс десять, плюс пятнадцать, плюс двадцать. Подошва абсолютно сносно себя ведёт. Если вы не наступаете на прямой лёд, то по снегу она не скользит. Я чувствовал себя абсолютно комфортно. То есть, не было такого желания, не то, что желания, а опаски, такой вот, что осторожности при ходьбе, боялся, что поскользнуться, нет. Такого не было. Кожа. Ну, кожу, я вам помните, если вы говорил вначале, что я ничем не обрабатывал, посмотреть, что будет. Стандартная кожа. Вот она немножко такая вот мягенькая стала, потому что сырая. Мы видим, что она трескается. Но я повторяю, что то, как я эту обувь мучаю, вот это не значит, что её все должны так мучить, издеваться над ней. Моя задача посмотреть, что же будет. То есть, ну, обувь трескается, стандартные, стандартные вот такие вот трещины, стандартные потертости. Думаю, сезон 2, сезон точно 2 абсолютно вероятно. Эта обувь должна отходить себя. Особенно в осенне-весенне-летний период. Вот, мы про зиму пока не говорим. Подошва держится, не отклеивается, не отслаивается. Всё, в принципе, сносно. Замёрзли ли ноги у меня? Самый главный вопрос. Но я двигался, ноги не замёрзли. Было чувство такое, что я постнул, что понятно, не как в меховой, или какой-то другими внутренними материалами, согревающими, тепляющими. Ну, и жуткого такого дискомфорта, холода, сырости, я тоже не испытал. Ну, может, потому, что всё время был в движении, в основном. Вот, как бы, такой маленький тест, несвойственный данной этой обуви. Помним, что стоимость этой модели, так-то, как мы вам показывали, вы у нас можете найти на сайте, абсолютно бюджетная. Есть разновидности этой модели, Аравий Бэк, и можно абсолютно с уверенностью сказать, что эту обувь два сезона вы относите, и можете за эти же деньги безболезненно обновить. Ну, а кто бережно ходит, кто такой степенный трекинговый исполняет, скажем так, нагрузки, то она и два, и три сезона отживёт. Подошва, пока я остался ей доволен. В принципе, абсолютно сносная рабочая обувь, удобная для ходьбы, для езды в автомобиле и так далее. Пока у меня жутких эксплуатационных таких нареканий по ней нет. Спасибо! Всегда с вами только объективная информация. Будут какие-то отзывы, дополнения, фотографии, любые ваши обзоры, комментарии, включая видео, хорошие или плохие, если они действительно серьёзные и со знанием дела, пусть даже не совсем профессионально отсняты. Присылайте, пишите, мы всё разместим. Нам важно знать, насколько хорош тот товар, с которым мы работаем, потому что вместе с вами мы строим концепцию, концепцию нашего товара. Всего вам доброго! Спасибо, что с нами! с нами! Субтитры создавал DimaTorzok